Здорово, пацаны! Вот такой анекдот, короче, был. А-а-а, привет, ребят! Ребят, здорово! Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Радио». 25 ГГц. Пацаны, в которой мы слушаем вашу музыку, комментируем вашу музыку, отвечаем на ваши вопросы. Самое, что важное, мы не даём оценок и никого не судим. Не судим, мы только делимся своим мнением и отвечаем, если вы что-то спрашиваете. Да. В эту рубрику несложно попасть, нужно оплатить 2000 рублей и написать нам вот тут вот ссылки в описании. В описании ссылка «Зверпрот», в скобочках «Звук в руках» личные сообщения. И не пугаться, если вам не отвечают две недели. Да. Если забирают ваши деньги и улетают на Бали. В музыкальной индустрии очень всё медленно происходит. В музыкальной индустрии на это не обижаются, извините. Это стандарт индустрии. Как вот это слово есть такое, я всё время его забываю, когда вот всё происходит очень медленно. Улитка. Не, нет. Давай так. Инертно. Вот. Это слово инертно. В музыкальной индустрии, она очень инертная. Она очень медленно разгоняется и очень медленно тормозит. То есть, если вы напишите какой-то хит прямо сегодня, скорее всего, он станет известным через 10 лет. Но потом он ещё 10 лет будет на слуху. Извинитесь, ребят, за голос. Просто... Что? Я въебал такого сочного доширака, что у меня аж перехватило сказки. Да. А мы приступим к первому участнику. Так, пока... Не приступим. Первый участник там Александр пишет. Пишет Александр. Привет, Лёха. Привет, Жока. Здорово, пацаны. Будем рады узнать ваше мнение, а также мнение всех слушателей по поводу... То есть, вас. По поводу нашей песни о том, как не нужно использовать тяжёлую гусеничную технику. Это Рофлс. Это Рофлс. Слушаем... Distorted Infinity Killdozer. А Killdozer, это же, насколько я помню, это вот, когда в американском каком-то городе мужик сделал танк из бульдозера и уничтожал город. Это же, по-моему, Killdozer. Может быть, об этом и песня. Давайте знакомимся. Пока что звучит как Black Metal. Да. Raw Energy, no low end. Мне кажется, это то, что называется злая гитара. Типа она прям злая. Такая зудящая. Бежатый к стене Всё потерявший В войне наравне Отчаяние познавший Без вариантов Нету решения Против местных атлантов Впереди пороженье В связи бабки Богатые взятки Но у тебя Дождь и скользы Закончились прятки Молитесь, ребятки Пора заводить Свой бульдозе Розки заражены Люки задраены Я привожу приговоры Вполне Отстатки подряды Мосты сожжены И уходит неплохо Сива реками Надях заборы Невески тачки Слеги те маршоры Мой отежок Хватит патронов Злобный дедок Против местных воронок Не остановишь Даешь, когда срушение Килдозер везет Во венобщение Пури не берут Мясные бегут Гору понесут Кровью истекут Защитит бетон В столе готов патрон Плевать на ваш ослон Один, как легендон Они не смогли пронять Ему нечего терять Его боли не унять Ему плевать Он готов жизнь разменять Чтоб асфальт вам закатать Но заклинил движок По спине холодок И ведь на концу подходит урон В горле комок Я ломаю замок Бои припасов Последний рожок Нашим урон Местный армагетон Сегодня услышит о нем Ушивтон Последний патрон Для себя припасен И я вам не знаю За таков мой закон Местный армагетон Брошатся стены Брошатся стены Брусы из грохот Боют все веры Уходят неплохо Сива реками Наверх заборы Небески тачки Слеги те мажоры Мой одежок Хватит патронов Злобный дедок Брочит местных баронов Не остановишь Мне кажется Это отличная музыка Чтобы типа Разъебаться на концерт Типа вот это вот Прям Покачать Под риффы Мне Мне понравились риффы В целом Есть Грув И В принципе Прикольный голос Ну вот как О песне Ну я Я не знаю Может быть это Слишком не попадает В моё Типа Этот Музыкальный вкус Не Я не могу сказать Что это мне не нравится Или что-то Ну типа Не очень Интересно Просто Лично Двигаемся дальше А лично Твоё мнение Мне не понравилось Мне кажется Есть Именно с музыкальной точки зрения Именно вот там Как риффс Да Сыгранные Написаны Есть неплохие моменты Но в целом Очень всё скучно Да История Не заставляет как-то Сопереживать Не вызывает никаких эмоций Это ну типа Просто как бы Пересказ вот этих событий Ну не знаю Типа Немножко не пытается Нет какого-то нерва Entertainment Да Просто пацаны играют рейвс А девушка рассказывает Вот эту газетную статью О том что Там Дядька на бульдозере Там Полицейский громил Ну Нельзя сказать что Что-то тут прям Плохо Нет Это Вполне Нормально всё сделано То есть Тут И по звуку Как бы можно Слушать песни Типа Нормальная структура У неё нету там Соло на 2 минуты Да Посередине песни Нету Таких вещей Но в целом Как вот Если как Продукт Воспринимать Продукт Ну Скучный Да Это Не говорит что он плохой Он Просто Не очень интересный Спасибо большое Александр В любом случае Вам Больших успехов Да Максимально удачи Следующий Напишет Владимир Привет радио пацаны Владимир это же город Ну А нас Зовут радио Город Владимир Пишет радио пацаны А это Нижний Владимир Или Великий Владимир О себе Музыкой занимаюсь Уже более 20 лет Вот это заявочка Да Сам не являюсь профи И музыка для меня Это просто хобби До недавнего времени Участвовал в саратовской Фолк-метал-банде В 2019 году По работе Переехал в Саратово В Москву Ну и периодически Записывал гитарный Соло-ковера И это все Оформилось В своего рода Сайт-проект Astral Space Incorporated Знаешь Мне хочется Извини за золотство Ради бога Я почти абзац дочитал Давай Но мысль написать Свою песню Меня не покидало Я потом могу Например не комментировать Этот трек Чтобы нам сэкономить Время Вот Мне знаешь Что интересно Музыкой занимаюсь Более 20 лет Но музыка Это хобби А вот Если у тебя есть хобби Ведь это никак не регламентируется Как часто ты им должен заниматься Ну да Вот я например С 1 по 3 класс Ходил на баскетбол И больше с тех пор Ни разу в жизни Не играл в баскетбол Но могу ли я сказать Что я занимаюсь Баскетболом Более 25 лет Если ты сейчас ходишь И позанимаешься Баскетболом Один день Наверное Это можно Включить Ну мы вот два года назад Саньком На площадке покидали Метчик Вот То есть я Баскетболом Более 28 лет Заним Ну все Более 50 Ну да Ну как мы выяснили Можно Пожалуйста Я извиняюсь Я просто хотел уточнить Этот момент Ну Момент На самом деле Да Это уже не написано Как занимать музыку Ну так да Так Данная композиция У меня родилась Под влиянием Within Temptation Paradise Сам я не пою Да и с текстом Не срослось Поэтому решено было Написать инструментал-версию Мы очень любим Инструментал-версии Мы не будем Ничего говорить Про инструментал-версию Ну мы уже договорились Значит Уважаемые коллеги Смотрите Мы понимаем Что Есть музыканты Которые бесконечно Обожают инструментальные версии И хотят их довести До широкого слушателя Ну и так же В целом Инструментальная музыка Имеет место быть Но В инструментальной музыке Чего нету слов Поэтому мы по-прежнему Принимаем такие записи На радио Но мы их не будем комментировать Мы будем их просто Слушать от начала до конца И эмоции на наших лицах Должны Как бы Все сказать лучше слов Как музыка без слов Она все говорит лучше слов Я буду вас Ну Предупреждать об этом При оплате Ну в общем Как вы понимаете У нас Да У нас Проблемы с инструментальными Композициями Это очень Сложно Ну За редким исключением Это довольно сложно слушать Поэтому Еще сложнее комментировать Да Мы не знаем Что тут Делать Ну конечно Мы уважаемого Владимира Композицию отслушаем И прокомментируем Он же не знал Что такое правило Теперь действует Да Передействует Хотел сделать что-то в аналогии Только потяжелее В аналогии С Within Temptation А получилась какая-то Ну совсем Бобсовая шляпа Бобсовая шляпа Интересно Это как Хай-хэт Только поп-хэт Упала на пол Проект с песней Провалялся на полке Года два Когда у меня появился Семиструнный шчектер Подарок на день рождения От любимой супруги Решил взяться за ту песню снова Полностью изменив гармонию Оставив литмотив И ритмику Получилась совершенно Другая песня Сводил и мастерил сам Понимаю, что есть Достаточно косяков Как в исполнении Такой сады Гляди, я вот эту точку не увидел И я думал Сводил и мастерил сам И какой-то фамилия Звукорежиссера Нахуя заглавная Это как мистер, да? Да-да-да МР Точка Я говорю, я точку не увидел Там прям сводил Мастерил сам Понимаю Хотелось бы услышать Ваше мнение Как по самой песне Так и по сведению Хорошо Astral Space The Invade Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, мне нечего добавить... Ну, простите, ради бога, но... Я не знаю, что здесь можно сказать... Ну, инструменты играют... Какая-то есть гармония, какая-то есть гармония, какая-то работа со звуком проделана... Соло-гитара играет... Соло-гитара играет иногда в поп-ат, иногда не в поп-ат, но... Мне сложно, ну, как-то, по сути, прокомментировать, потому что я не понимаю, что, по сути, должно было получиться... Да, да... Ну, да, так, на самом деле, довольно часто бывает... Вот, например... Когда музыка ради музыки... Как вам? Вот как вам прокомментировать? Как вам? Ну, типа, вот... Вещь в себе... Музыка ради музыки иногда случается, да... Я такие вещи воспринимаю, как сугубо личный досуг, и, типа, вот... Ну, это, на самом деле... Это очень неплохое хобби, когда ты пишешь музыку, и, как бы, ты так или иначе что-то созидаешь, и у тебя получается какое-то творение, и... Если рассматривать это как занятие, ну, это очень здоровское занятие, это лучше, чем с мужиками в гараже пиво пить, наверное... Ну, я имею в виду, вот, в общих смыслах, да, это все-таки что-то, вот, сделать, но... Я не знаю, ну, такие вещи, ими здорово делиться с друзьями или со знакомыми в плане... Ты сам себя слышишь? Здорово, да, делиться с друзьями, вот, типа, как это... Ну, да, ну, типа... Привет, Андрей. Привет, Мариночка, как дела? Что-то не очень начало разговора. Есть на мой домке послушать? Другое дело. Ну, я имею в виду, что вот там... Мне перестали отвечать, когда я вот друзьям скидывал такое, типа, месяцами подряд мне перестали отвечать все мои друзья. Ты не понял мысль. Вот, например, работает Владимир на работе, да, вот, и у него есть хобби занятием музыкой. Например, вот, Владимир работает... И у него есть хобби занятием музыкой. Работает на работе, типа... Ну, снова напишешь, что мы накурили и снимаем выпуски. Это все из-за болезни, да. Извините, Лип... Наркобания называется болезнью. Видите, Владимир, какая смешная у вас резиденциальная композиция. Работает Владимир на работе, например, да? Владимир сейчас онлайн, сейчас мы можем позвонить в контакте и все это в прямом эфире с ним обсудить. Дополненная реальность будет. Послушай, пожалуйста. Работает Владимир на работе, да? Он там вот, ну, общается с коллегами по работе, там, может быть, какой-то корпоратив или что-то, и он такой, а я вот музыку пишу. Ну что? Нежизненная ситуация. Вот, и, например, там поделиться, и это здорово в этом плане, что есть, как бы, какое-то хобби, и, на самом деле, это интересно, как бы, ну, что-то делать. Ну, я к тому, что для нас, ну, такие вещи слушать очень скучно. Мы не понимаем, что это, зачем. Мы не очень понимаем музыку ради музыки, потому что мы очень много лет уже не занимаемся этим. Это бывает у всех в начале их пути творческого, но... Давай запомним этот великий момент. Это выпуск номер 18 с 20... Вокруг 20-й минуты. Так. И теперь каждый раз, когда мы будем сталкиваться с этой ситуацией... Чего ты ржаешь? Нет, когда нам будут скидывать инструментальные композиции, мы будем делать ссылку на вот этот момент. Ну, типа... Ну, да, я это хотел сказать. Я думал, ты развил, что мы сейчас вырежем это из видео, и будем подмонтировать этот спич каждый выпуск. Да, да, и мы будем просто все время говорить. 18-й выпуск, 22-я минута. И едем дальше. И человек такой... Чего, блядь? Ну, типа, знаешь, там... Уже вышло, там, допустим, 100 выпусков. Типа, 5 лет в будущее. Мы опять слушаем, там, художественное хождение по гамме. И мы такие... 18-й выпуск, 22-я минута. Блядь. Художественное хождение по гамме. Ну, а что? О, господи, очень жарко. Ну, да, я... Двигаемся дальше. Мне кажется, мы исчерпывающие дали ответы. Владимир, чудесная композиция. Не слушайте нас, обязательно продолжайте заниматься этим в свое удовольствие. Да. Это полностью поддерживаю. Итак, следующий участник. Ну, конечно, сам Сириус сшит. Да. Влад... Влад нам пишет. Здорово, поцунай. Это песня про детскую травму, полученную в результате голода. Ребенок рос в бедной неполной семье, ему не хватало ласки матери, которая вечно работала, но денег на еду было все равно мало. Жажда еды и ласки породила маньяка, который не может больше так же идти терпеть. Ему нужна любовь и много еды, ему нужна любовь и много еды. Биос-фэкс 2, встроенные плагины и ударка с лоджик, ломаный плагин от фабфильтра. Сводил сам под пивас о ножниках Маршал. При соединении вдохновился творчеством Негора Летова, группы Primus, коллектива аннигиляторных пушек и Кеннибал Корпс. Я думаю, что это очень важная информация, это поможет нам более полно оценить Алис Каффайф Булки. Вау. Это в честь ИБНС. Я тоже так понял, с квадратным видео. Да, да. Два месяца назад. Субтитры создавал DimaTorzok Бас очень вкусный. Пока что просто все охуенно. Болей меня своим соусом. Возьми меня, проткни меня, отправь меня в свою духовку. Субтитры создавал DimaTorzok Я сталинное детство. Мать тебе договорила, Владик, прекрати резать руку. Дорогой, уважаемый Влад за бейс, мы прям респектуем его, бейс ебет просто. Бейс ебет просто. Ножом, и мять пластилин. А мне нравилось все мять. И с вожделением, и на этот день. Как пошел я в первый раз за хлебом. Захожу в хлебное дело, а там, оооо, батоны, батрушки, пирожочки. Мать говорила, стань ты человеком. Будь человеком. Но ты решил мять булки. Булки решил мять. Сосиску в тесто засунуть. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы знаете, Влад, есть очень уважаемый деятель-авангардист нашего времени, еще один, его зовут Илья Гребенник. Мне кажется, вам нужно объединиться с ним и бахнуть сам сериус щит. Илья Гребенник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный талант для того, чтобы делать творчество в стиле авангард и не формат. Это очень талантливо. В принципе, возможно, лучше вы уже и не сделаете. Но широкая общественность никогда вас не поймет, вы обречены оставаться непризнанным художником. КОНТОМ ЯЗЫКЕ КОНТОМ ЯЗЫКЕ Но вот я сейчас сижу под впечатлением. Нет слов. Особенно вот этот момент, где засунуть сосиску в тесто. Это очень сильно. А я из-за казни, хлеба, электричества. Да. Это тоже. Очень жестоко, мне кажется. Ну, короче, да. Это, ну, даже можно видеть по-нашему, что у нас все смешки, все шуточки, все ушло. Мы сидим просто как окаченные. Короче, облили холодной водой у нас как будто со льдом из ведра. Можем сделать микрополозу? Рассказываешь не очень приятно. Я этому психологу своим позвонить должен. Спасибо, Влад. А мы двигаемся к следующему участнику. Пишет нам Евгений. Это ж ты. Ну, мог бы не говорить. Так, это было к тому релизу, да? Да. Добрый вечер. Присылаю песенку на разбор. Думаю, мы поработали над ошибками и сделали, и решили сделать немного лирики. Естественно, от всей души и стертых медиаторов. Супер кайф. Послушаем коллектив Yellowstone. Как это здорово. Как это здорово, что мы послушаем коллектив Yellowstone. Добавил субтитры. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как это здорово знаешь Я люблю песни со смыслом, но расскажу лишь свой сон Там утренний мультик, завтрак с мамой и отцом Помню тогда они еще были вместе Немного неловко, но ладно, мой маршрут уже известен Сегодня в программе карта на трубах и марафон по заборам Подить бутылки, а сцена в заброшках, все по лучшим канонам Главное не забыть на обед к бабушке заглянуть Если ты довольный, я на футбол продолжаю свой путь Там я король воздуха, я повелитель меча После свистка финального я окажется без плеча И я довольный, топаю на электричку в порванных бутсах С мыслями только бы, только бы не проснуться Как это здорово знаешь, представить, что мы еще дети И не нужно причины, чтобы быть самым счастливым на свете Там мелкий пруд, это море Там две картонки, как крылья Там без особых усилий, все, что придумал, становится пылью В самых ярких красках помнишь сны Плохих новостей не замечаешь Каждый новый день Ты открываешь новый мир Как это здорово знаешь Доброе утро Мы снова включаемся в гонку Мы зля на якома с утра Самокопание хуже ломки Тебя не согрет успех А денег всегда будет мало Ты всего лишь человек Остановись, пока все не пропало Твой дом, там где ты О жизни не забываешь Твой дом, там где ты Как это здорово знаешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, орать дурниной в конце, конечно, было совершенно лишнее А в целом... Немножко странно Мне понравилась песня Ну, с нюансами, конечно, но в целом классно Да Музыка очень приятная Мне... Ну вот, вайб очень хороший Хороший, меня немного смутило вот это вот позиционирование вокала, что типа музыка есть вот так вот И поверх этого вот как будто отдельно на диктофоне вокал записан вот так вот поверх, да Немножко... Ну, слишком сепарированный он от музыки Вот, а так, ну, довольно тяжелая песня со смыслом такая Да, не думаю Да, задуматься Напомнило Василия Урьевского творчества Вот он тоже как бы... Я что-то не знал Ну, он... Ну, мы только в Славграде знаем Нет Ну, это как бы из песен с упором на лирику Прямо вот именно на стихи, на вот это все Да Очень неплохая песня Чуть-чуть мне не хватило вот чего-то Вот Мне понравилась атмосфера и вайб Но, наверное, я бы не переслушивал Потому что вот Вот что-то не было там вот такого, чтобы еще немножко дожало И я такой, блин Вот такие ощущения У меня все устроило Ну, я говорю Есть как бы... Ну, ты бы переслушивал? Да, может быть, даже и да Из любопытства? Да нет, ну, типа, вот попал бы она Может быть, я бы шел домой, вот, ну, типа, вечером Ну, я бы тоже не скипнул Она же нам в шутер заиграл, я бы не скипнул Я бы не скипнул, но сердечко не поставил Ну, я тоже Ты же никому сердечки не ставишь, че-то Ставлю Сумасыдет Кому? Мне? Да Давай поставим сердечко Ставим сердечко группе Yellowstone С их синглом Как это здорово Жанр русский рок 2023 год Да Зачастую, что подписано русский рок На Яндексе это не русский рок По музыке вообще А то, что подписано как хэви метал Или альтернатива Это русский рок, честно Ну, там, конечно, сложно Ну что, дальше двигаемся Спасибо, Евгений Следующим нам пишет Дмитрий Я вас категорически приветствую Пацаны Хочу вам представить Один из своих legendary hits Первый полет Своего one-man проекта Истомин Этот трек является как бы пробником Моего альбома Пустош, так как в нем собраны Многие аспекты того металла Который я люблю И хотел бы слушать Но он все равно не отражает Все палитры, что я вложил в альбом Ведь в один трек все не запихнуть Поэтому альбом получился С часовым хронометражем Каждый трек со своим настроением Посылом и большим тяготением К разным стилям Грув метал Фрэш метал Металкор И так далее Металкор метал Хочется услышать ваше мнение По поводу материала Добро Слушаем Истомин Первый полет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тесная воли Не найти покоя Среди звезды Незакона В мире своем За каждую сторону Ризму Исполосованность Светой Теряет силу Притяжение Землей Прорываясь Сквозь огонь Идет Холодный космос По сутену Сойдет Вперед Наш первый полет Пусть время не ждет Разгоняя Сучи над землей Пусть не обратно листов Пробит нас Своя листов На планете Главный космос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы оставляем Мы оставляем За собой купол облаков Он пролегает за границами Пусть средняя пустота Наверно будешь никогда И вновь ее волна унесет Прорываясь в руке до меня Холодный космос в пустыню Ставет вперед Наш первый полет Пусть время не ждет Расская я откручена землей Пусть не обратно листов Пробит на суть я истов На планете я каждому тонов Снежит газ и давление Атмосферных явлений Набираем ход прямо без населений Как таран забьет двери Голодых вору Я крепляю тех, кто не ест Обычные люди Крови Холодок и тех, укунящих Прилетим на хору Невозможно поворачь Орать Прорываясь сквозь огонь Идет Холодный космос в пустыню Завет Наш первый полет Пусть время не ждет Без паники Задрай люки Куда нас занесет Встречать новый восход Не знает никто Coronavirus Разгоняя лучи над землей Пусть не обрада вехства Пробит нас сквозь горизонт На планете я каждому тонов Можно я быстро скажу? Да, конечно. Уважаемый Истомин, значит, я посмотрел на количество слушателей ваших на Яндекс.Музыке, и я хочу сказать, что что-то вы не так делаете, потому что группы, я абсолютно точно могу сказать, которые играют в похожем жанре, похожий материал и похожий по качеству его исполняют, эти группы имеют, ну, несколько тысяч, как минимум, слушателей обычно. Обычно где-то вот от трех до восьми тысяч слушателей на Яндекс.Музыке, и они дают концерты, на которых собирают там типа 50 человек на сольнике в Москве и выступают на фестивалях там во всякое время типа 0 часов дня. вот, поэтому, ну, типа, вам что-то... Это хедлайнер, получается? Вам надо что-то как-то, ну, 0 часов 3 копейки подвигать свое творчество, как-то поискать аудиторию, потому что... Сколько там, 40 слушателей, да, мы посмотрели? Ну, ну, типа, не настолько все плохо, чтобы у вас было 46 слушателей. Поэтому вот мой совет. А если коротко высказаться по композиции, то, в общем-то, неплохо, но как тут пока что сумбурно? Да, немного сумбурно слушается. Ну, мне... Мне в целом понравились моменты, то есть есть хорошие риффы, в принципе, вокал мне довольно понравился. Он живой, он не безэмоциональный, то есть есть эмоция, и как бы, ну, звучит неплохо вокал. То есть в целом-то неплохо все сделано, но как-то собрано все, сумбурно немного написано, вот так вот прям очень, очень... Да. Ну, как-то песня, как будто это не история развивающаяся, а как будто она из кусочка склеена. Франкенштейн такой. Хотя Франкенштейн — это доктор, который склеил этого мужика. Да. Произошел накид. Накид идей. Ну, как в кит. Я понял. Только на кит. Я понимаю. Спасибо, Дмитрий. Да. Вам успехов, удачи. Продолжайте заниматься. Следующий нам пишет Никита. Приветствую. Отправляю на анализ и оценку трек. Музыку пишу для себя, когда есть желание и идея. Занимаюсь этим два года. Сведение не мастер, но по туториалам и референсам собрал такую композицию. Прошу, пожалуйста, в целом оценить с технической стороны. Слушабельно ли это? Какие есть недочеты? Оценить трек с точки зрения аранжировки. Напоследок хотелось бы получить какие-то рекомендации и советы. Спасибо, пацаны. Такой, это, типа, дженерик-сопроводительный текст. Да, да, да. Нейроссетка, по-моему. Да. Слушаем «Тишина». Словьёв. Обесточил провода Я говорю, для человека, который два года занимается музыкой, просто охуеть, как круто. Ну, без шута. Мой двери Мне нужна Свет Свет Здесь Здесь, везде, разбита тьма Ни выхода, ни входа Почему тогда Меня терзает шума свора? Всё закрыто Но замок Но это бесполезно Ведь от себя Уйти не смог В голове Так тесно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужна Интересно, что за всю историю радио Пацана Это вот один из единиц Прям Композиций Которые мне Понравились Прям Ну, я хочу сказать, что Если вот уважаемый Автор Которого зовут Никита Не врет нам И он действительно занимается Два года То, Никита Вы Одарены Вам нужно Абсолютно бросить Все Чем бы вы еще не занимались И ближайшие 5-6 лет Заниматься только этим Каждый день Минимум по 8 часов И я думаю, что У вас Есть возможность Стать Артистом Второго эшелона И обеспечить себе Вполне себе Неплохую Безбедную жизнь До старости Занимаясь музыкой Это на самом деле Супер Супер редкий Комментарий от Лехи Такое Мне понравилось Прям Вот Есть Идея Есть настроение И Все работает Но На удивление Прям все работает Типа Ну прям Не, ну если это правда Два года Если вы Если вы 8 лет Занимаетесь музыкой То Ну типа Нормально Но если правда Вот вы 2 года назад Впервые взяли в руки Какой-то инструмент И что-то нахватались И сделали вот это Это очень впечатляет Ну Песня-то понравилась тебе? Да Только Мне понравилось Что слово тишина Почему-то в сиськи Превращается Когда он его тянет Очень долго Там Когда он Ти Си Си Не Ну да Понравилось Очень понравилось В конце Вот это Странное Да И там На гитарке Что-то такое Не, ну классно И начинается Уверенно с такого Крепкого бита Там конечно Чуть-чуть перемудрено Там бочек Многовато вставлено Но В целом Очень крепко Очень крепко Да Нормальная песня Да Если как бы Russian Очень крепкий трек Ну в целом Ну типа Я обещал Полегче выражаться В адрес женского пола Молоденькие девушки Они в принципе Бобенки Не, я хочу сказать Пидовки Молоденькие девушки Они в принципе Могут Как бы сказать Немножечко Мочь испускать Жидкостью повышенной температуры Вот такой трек Вполне запросто Если Например Какой-то их кумир Им скажет Ну типа Я думаю Вот если бы это Слава Мерлоу выпустил Ну Все бы там просто Орали И визжали Вообще А ты сильно Знакомился С творчеством Слава Мерлоу Да Я слушаю В день один трек Один тот же? Нет Ну Чтобы ознакомиться Но чтобы не умереть Слава Мерлоу Уже стал негром Да? Да Ты не видел? На Яндекс.Музыке Было Какой-то с ним подкаст Помнишь он В интервью У Дудя Который признанный Нагентом в России Был такой Слоткий Мальчик Рассказывал Что говорит Вот люблю вкусно кушать Маме привет Передаю Там такие вещи Бабушке Бабушке А теперь негр Стоит в цепях В очках Черный Как уголь Шок контента Никита Вам безмерно Много удачи Прям Да Супер кайф Очень верим И Интересно было бы Посмотреть Что получится Если вы будете дальше Очень плотно этим заниматься Прям Ну и даже Я бы так сказал В целом Если у вас есть желание Продать нам жопу Например В переносном смысле А не в буквальном Напишите еще Три-четыре песни Вот До такого степени Не финализируете И уже в частном порядке Нам пришлите Мы послушаем И может быть Ответим Финальный участник Нашего сегодняшнего Марафона Юрий Пишет нам Привет Привет Леха Ижока Привет Пацаны Вашему вниманию Представляется Инструментальный Прости Леха Трек Scorched Earth Aesthetics За авторством Меня Сочиняя Записывая Соже Сам В свободное Время В очень Ленивом Режиме Хотелось бы Услышать Ваши впечатления Слушается ли Трек Цельно Как произведение И в целом Как оно По звуку Благодарю Благодарение Принято Послушаем С удовольствием Scorched Earth Aesthetics Scorched Это что Скурившиеся Скорченные Скорченные Скорчат Потому что Эстетика Скорченной земли Скорченной земли Скорченной земли Очень странно. Бас то играет, то не играет. Я прям не понимаю. Вот на одной ноте он есть, а потом его нет. Не погрузилась нота какая-то. Знаешь, какие ассоциации под эту музыку? Так. Белоснежка въебала, короче, каких-то адских грибов и идет убивать гномов. А почему убивать? Тут же не очень агрессивно музыку. А так и гномы, блядь, они добрые такие существа. И Белоснежка это тоже негодила какая-то. Вот, типа, музыка такая, она вроде злая, вроде и добренькая. И вроде тяжелая, а как-то звучит не тяжело. И вот, типа, чисто, ну, happy three friends, короче, вот эта вот история. Расправа, говняная расправа в детском саду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, то есть, как бы, идея присутствует, и музыка, там вопрос же был, а это звучит как целостное произведение или как склеенное? Слушается ли трек цельно как произведение? Вот, на мой взгляд, он слушается как цельное произведение, это огромный плюс. Я... За этим я пожамкаю желтый кружочек. Я подтверждаю, как человек, написавший три альбома инструментальной музыки, там, с симфой и со всеми вещами. Да, на самом деле, неплохо, то есть, довольно музыкант... Это с какого альбома? На самом деле, неплохо, довольно музыкально, хороший момент есть, да. Неплохо, но это инструментально. На самом деле, четыре музыкальных альбома. Он просто два из них не выпустил. Один? Один не выпустил. Да. У тебя три выложены? Да. И еще один есть. Да. В столе. Офигеть, мой. Так, ну, я дока, блин, написание музыки. Это. Вот по звуку я хотел прокомментировать так, что слышно, что есть какое-то понимание, есть знание, есть ощущение баланса, то есть, нету там каких-то жестких перекосов в балансе чего-то или там в звуке конкретного инструмента. Да, и на самом деле, вам, Юрий, очень впору зашел бы курс по сведению на Boosty. Вот один раз его посмотрев и подцепив Mindblowing.technix, у вас прям все зазвучит прям сразу, я думаю. Вот. Слушается, да, вполне целостно. Спасибо. Я просто уже совсем не могу говорить, но большое всем спасибо и я крепко всех целую. Спасибо, друзья. Спасибо, Юрий, и все участники, и зрители. Увидимся в следующих видео. Пока. Ссылки на кепки девайта в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...